Состояние шести пострадавших в авиакатастрофе оценивается как стабильное. Еще четверо находятся в реанимации. Жители округа смогут чаще летать в Сыктывкар и Киров. Коми Авиатранс готов увеличить количество рейсов до двух раз в неделю. Сотрудники окружной ветстанции обследовали почвы региона на наличие возбудителя сибирской язвы. По итогам исследований, возбудитель опасной инфекционной болезни не обнаружен. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. 13 миллионов рублей будут перечислены семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувший вторник в Наринмаре. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский. Каждая семья получит по 1 миллиону рублей из резервного фонда администрации региона. Материальную поддержку готовы оказать также администрация Наринмара и Заполярного района. Они намерены перечислить по 250 тысяч рублей семьям погибших и 200 тысяч рублей семьям пострадавших в результате трагедии. Все пассажиры, потерпевшего крушение самолета ТВС-2МС, были застрахованы страховой компанией «Согаз». Ответственность авиакомпании перед пассажирами застрахована в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Согласно этому закону, пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере до 2 миллионов рублей. Выплата на случай смерти составляет 2 миллиона рублей, плюс 25 тысяч рублей на погребение. Средства поступят на счета пострадавших на текущей неделе. Последнего пострадавшего в авиакатастрофе доставили из окружной больницы на лечение в Архангельск. Как сообщили в профильном окружном департаменте, решение о возможности транспортировки пациента медики Ненецкой окружной больницы и Архангельской областной клинической больницы приняли вечером 22 декабря. В настоящее время состояние пострадавшего в авиакатастрофе оценивается как тяжелое. Как пояснил главный врач областной клинической больницы Игорь Печин, он пока один из самых тяжелых поступивших в учреждение. По нему проводятся ежедневные консилиумы, отрабатываются тактика и диагностика. В настоящее время пациент находится в реанимации, как и еще один пострадавший в авиакатастрофе. Состояние остальных ранее поступивших в областную больницу пациентов стабильное. Многим провели высокотехнологичное оперативное вмешательство с участием профессуры. По данным профильного департамента, состояние несовершеннолетней пациентки, госпитализированной в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени Выжлецова, оценивается как стабильное. У двух пациентов, которые на лечение были доставлены в Москву, в НИИ имени Склифосовского, состояние тяжелое, они находятся в реанимации. До нормализации состояния пациентов оперировать их не планируется, пояснили в окружном департаменте. Количество рейсов с Иктывкар и Киров может быть увеличено до двух раз в неделю. «Атранс» готов сотрудничать с Нинецким округом по опыту осуществления летних чартеров по маршруту на Ринмар-Москва-Нринмар. За три месяца авиакомпания по инициативе администрации округа выполнила 12 рейсов в столицу и перевезла 1083 пассажира. Таким образом, чартер помог разгрузить основные рейсы, которых, как правило, не хватает для перевозки отдыхающих. Любой опыт полезен всегда, да. А успешен или не успешен, это уже оценивать скорее пассажирам. Поэтому мы всегда готовы работать. Если будет такая инициатива со стороны Ринмарцев, мы готовы рассматривать. Мы в этом году планируем увеличение полетов на Киров до двух частот в неделю. На сегодня у авиакомпании составлено расписание до 18 марта 2018 года. В этот период запланированы рейсы Сыктывкар-Нринмар-Сыктывкар и Киров-Нринмар-Киров. Они будут субсидироваться в соответствии с постановлением правительства из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования 50 на 50. Стоимость спецтарифа до Кирова составляет 5 640 рублей, до Сыктывкара 4 190 рублей. Рейсы будут выполняться, как и прежде, на воздушных судах «Эмбрайер» вместимостью 50 пассажиров. Расписание полетов также остается без изменений. Три представителя Ненецкого округа прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России». Жанна Самоходкина, Сергей Канев и Игорь Ружников справились со всеми оценочными мероприятиями полуфинала, который прошел в Санкт-Петербурге с 21 по 23 декабря. В оценочных мероприятиях в Санкт-Петербурге приняли участие 285 управленцев из 11 регионов Северо-Запада. На торжественной церемонии закрытия полуфинала каждый участник получил диплом, подписанный первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. В дальнейшем организаторы конкурса намерены сохранить связь со всеми участниками, чтобы в полной мере использовать их потенциал на региональном и федеральном уровне. По итогам полуфиналов в начале января будут известны имена 300 финалистов. Победить в конкурсе смогут только 100 человек. Все они получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Конкурс организован по инициативе президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей». Более 12 миллионов рублей будет выделено на обустройство и содержание зимника «Харивир-Мусюр-Шор» в рамках соглашения о сотрудничестве заключенного между администрацией Ненецкого округа и компанией «Лукойл». Вопрос о финансировании мероприятия рассмотрели сегодня на заседании администрации региона. Ежегодно в рамках соглашения с нефтяной компанией «Лукойл» выделяются денежные средства, которые тратятся на строительство зимней автомобильной дороги от поселка до зимней автомобильной дороги, которую строят недропользователи для своих целей. С 2015 года обустройством и содержанием зимника «Харивир-Мусюр-Шор» занимается муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». Как сообщили в компании, к строительству дороги приступили неделю назад. Сделать это раньше помешала теплая погода. Планируется, что к концу декабря зимник «Харивир-Мусюр-Шор» будет открыт для проезда транспорта. В Ненецком округе заготовлено более половины от планируемых объемов оленины. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, оленеводческие хозяйства произвели 697 тонн мяса в убойном весе, или 54,3% от плана. Для этого было направлено на убой порядка 23 тысяч голов северных оленей, или 61,6% от плана. Как отметили в профильном департаменте, на сегодняшний день 6 хозяйств уже завершили убойную кампанию. Это СПК Путилича, СПК Красный Октябрь, СПК КАПХОС ЕРФ, СПК ХАРП, СПК Заполярье и ГУПНАУ Ненецкая агропромышленная компания. Убой в эти дни продолжается в СПК Колхоз Ижемский оленевод и КО, СПК Дружба народов и СХПК Ненецкая община Канин. Остальные хозяйства планируют убой позднее в силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия стабильных отрицательных температур. Всего в предстоящую кампанию на убой планируется направить 38 200 голов северных оленей. Это позволит произвести до 1,3 тысяч тонн оленины. Большая часть сырья будет направлена в промышленную переработку, остальной объем будет реализован населению. Окружная ветстанция закончила обследование 12 проб почвы на сибирскую язву. Они были собраны в районе реки Ярию и недалеко от озера Молодежное. По информации Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого округа, по итогам исследований, возбудитель сибирской язвы не обнаружен. Работу по обследованию почвы региона на наличие возбудителя сибирской язвы ветеринары проводят по поручению властей Ненецкого округа с прошлого года. Работа в регионе проводится впервые за многие десятилетия. Напомню, в прошлом году в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе была зафиксирована вспышка этого заболевания. В нашем регионе последние случаи падежа были зафиксированы в 1938 году в восточной части округа. Однако жизнеспособность возбудителя заболевания может составлять больше столетия. Тем не менее, риски его возникновения минимальны. Поголовье северных оленей в этих районах прививается ежегодно. Также, по информации инспекции, сейчас ветеринары проводят ветсанэкспертизу, тушь северных оленей и отбор проб крови для исследования на бруцеллез в рамках идущей в эти дни убойной кампании. Всего отобрано более 5000 проб. Результат исследований отрицательный. Новый год встретят в кругу семьи. В Ненецком округе продолжается отправка сельских школьников домой на зимние каникулы. Всего запланировано 6 рейсов в 15 отдаленных поселений региона. Семье нефтяников пополнение. В ТПП Лукулосевернефтегаз состоялась церемония торжественного посвящения в нефтяники молодых специалистов. Ненецкий округ попал в список 52 регионов пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. При отборе регионов учитывался опыт проведения в субъекте региональных чемпионатов демонстрационного экзамена в текущем году, участие в реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, наличие у колледжей статуса специализированных центров компетенции WorldSkills и готовность предприятия в регионе к участию в организации и проведении таких экзаменов. В Ненецком округе демонстрационный экзамен пройдет по четырем компетенциям – ветеринария, спасательные работы, физическая культура и спорт и электромонтаж. Демонстрационный экзамен – это моделирование реальных производственных условий. Так, его задания максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills, а результаты заносятся в специальную информационную базу, которая имеет доступ работодатели. Таким образом, через систему специальных фильтров они могут находить специалистов с нужными навыками и уровнем квалификации. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования. WorldSkills International – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Нинецкий округ стал официальным участником движения в октябре 2016 года. Соответствующее соглашение было подписано с Союзом «Молодые профессионалы». Региональным координационным центром движения стал Нинецкий региональный центр развития образования. 130 школьников, обучающихся в Наринмаре, отправятся домой на зимние каникулы. Первыми полетели домой юные жители западных деревень округа – Коткино, Нижняя Пеша, Ома, Несь и деревни Снопа. Всего запланировано 6 рейсов в 15 отдаленных поселений региона. При необходимости 30 декабря будет выполнен еще один завершающий рейс в поселок Нальминос. В выходные отдыхать отправились также школьники из Индиги, Волучейского, Харивера и Харуты. Два рейса доставили детей на остров Калгуев. Согласно графику полетов, на этой неделе во вторник и среду вертолеты направятся в самое отдаленное поселение Нинецкого округа – Кратайку, Варны, Камдраму и Усть-Кару. Они отвезут домой 37 детей. Школьный вертолет поднимается в небо дважды в год на летних и зимних каникулах. Обряды на учебу школьники из поселений начнут возвращаться 8 января. Завершить кампанию планируется 11 января. Ежегодно администрация Нинецкого округа выделяет почти 25 миллионов рублей на организацию школьного вертолета. Финансирование кампании по доставке школьников домой на каникулы помогает совмещать в получении детьми современных знаний в учебных заведениях с сохранением традиционного образа жизни на Крайнем Севере. Пообщаться со звездами спорта, взять уроки мастерства у профессиональных хоккеистов и просто окунуться в атмосферу Олимпийского Сочи. Такую возможность получили порядка 20 ребят из Наридмара. Сегодня юные игроки местного хоккейного клуба «Полярные волки» вернулись из образовательного центра «Сириус». В аэропорту школьников встречали как героев. «Полярные волки» вернулись из Сочи. За вас мы болеем, друзья, днем и ночью. Ура! На берегу Черного моря юноши провели почти месяц, причем абсолютно бесплатно. За это время успели завоевать различные награды. В частности, стали вторыми на Кубке «Сириуса». И вот что хоккеисты рассказали нашей съемочной группе о своей поездке в образовательный центр. Что увидели, что больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось. Ну, что, что были такие тренировки с профессионалами. Ну, ходили по морю гуляли. Хотя тут холодно, а там вообще сказка была. Это вечелые старты первое место заняли. ГТО. ГТО, ну да. А это второе место мы играли «Золотая шайба Сириус». Сколько было команд всего? Пять. Как в целом прошел турнир? Второе место радуетесь, если вы на первое хотели рассчитывать? Ну, нет. Второе там… Ну, на первое не рассчитывали, потому что там очень сильная команда была. Там было две команды из Московской области, одна команда с Уфы и Башкорастан. У тебя три медали. Почему три у ребят? У тебя три. Одна за хоккей, одна за место в ГТО, а другая за командную игру. То есть, получается, по ГТО вы стали самыми лучшими? Да. Ожидали сами или нет? Да, ожидали. Несмотря на то, что в Сочи ребята находились 25 дней, о школе они не забывали. Учились прямо там, на месте. А оценки им ставили в электронные дневники. Когда они были на прошлой «Золотой шайбе», детям организовали туда экскурсию, им очень понравилось. И мы дальше поставили такую цель с администрацией попытаться туда попасть на хоккейную программу. Здесь огромную работу проявила Федерация хоккея Ненецкого автономного округа, Ледовый дворец труд, Департамент образования, администрация округа. И, в принципе, мы вовремя подали все заявки и нашу команду отобрали ребятишек для участия в этой программе. Что касается завоеванных медалей на Кубке «Сириуса», то тренер команды «Полярной волки» Эрнест Зюба выступлением своих подопечных остался доволен. Преподаватель говорит, выездные соревнования – это то, чего сейчас не хватает всем местным спортсменам. Не зря они работают, трудятся, 6 лет уже занимаются хоккеем. И, конечно, результатом приходит со временем. Ребята молодцы. В середине «Золотая шайба». Они съездили в «Сириус», кто занимает призовое место в «Золотой шайбе», тот туда обязательно возвращается. Я думаю, они полностью выложатся на «Золотой шайбе», чтобы на следующий год также принять участие в программе в центре «Сириус». Уже завтра ребята вновь выйдут на лед. Впереди подготовка к «Золотой шайбе». Напомню, если наши хоккеисты покажут на турнире хороший результат, то снова смогут отправиться в знаменитый центр «Сириус». Иван Никонов, Олег Атанзейский, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Еще недавно они были выпускниками Ухтинского университета и САФУ, а сегодня официально признаны нефтяниками. В коллектив наринмарских лукоиловцев влились пятеро молодых парней. Все они работают на различных комплексах по добыче нефти и газа. Накануне в ТПП «Лукоил Севернефтегаз» прошла церемония торжественного посвящения в нефтяники молодых специалистов. Подробности в материале выпуска. Уроженец Архангельской области Геннадий Павлов, выбирая профессию, решил последовать примеру своей тети и не прогадал. Окончил университет САФУ по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений. Затем устроился на работу на Южно-Хольчуевское месторождение, оператором технологических установок. «Месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Новые люди, новые со всей стороны. У нас есть и не только Сахаринской области, и с Наринмара. Отовсюду, из Ухты, из Уфы, из Перми, хоть откуда. Все равно тоже интересно пообщаться с другими людьми, что-то новое узнать. Работа мне нравится, а выборами я не разочарован с вами». В ряды нефтяников Геннадий был принят в 2015 году. Сегодня он с ностальгией наблюдает за тем, как происходит торжественное посвящение в специалисты по добыче и переработке нефти новичков. «Геннадий» закончил Ухтевский государственный технический университет по специальности технологические машины и оборудования. «В настоящее время трудится оператором по добыче нефти и газа 3-го разряда на Барандельском месторождении». Уроженец Архангельска Евгений Заборцев признается, о работе нефтяника не мечтал, но судьба предопределила его выбор. «Мы проходили практику здесь, и после прохождения армии я подавал резюме и устроил предложение». «А что тебе больше всего нравится в твоей работе?» «Громантика». «Громантика?» «Да». «Бахтовый метод», что далеко от города. Сегодня Евгения и еще четверых молодых парней официально посвятили в нефтяники. С напутственными словами к ним обратился руководитель ТПП Николай Новожилов. «Сейчас все зависит от вас. Насколько вы будете саморазвиваться, расти профессионально, учиться, настолько будет быстрый карьерный рост». «Лукол» – крупнейшая частная нефтяная компания в России, одна из крупнейших в мире. «Она открывает большие перспективы и возможности тем, кто готов работать на благо компании и добиваться профессиональных успехов». Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.